Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Алиумед» и с вами я, Асель Турар. Новые возможности приобретения жилья для каждой семьи. Первая из пяти социальных инициатив президента Казахстана и самая, пожалуй, резонансная. 7,20,25. Ставка вознаграждения не более 7% в год. Первоначальный взнос не превышающий 20%. Срок кредита до 25 лет. Такого еще не было. Новая программа признана решить самый острый вопрос, квартирный, для каждой семьи. Первая заявка на займ в Акмолинской области уже одобрена. И сегодня у нас в студии заместитель директора Акмолинского филиала Национального банка Казахстана Гульнара Умарова. Уважаемые телезрители, напоминаю, что это прямой эфир. В ближайшие 30 минут у вас есть уникальная возможность задать все вопросы, касающиеся программы 7,20,50. Звоните прямо сейчас и в последующие 30 минут на номер 25,25,05. Гульнара Марленовна, я рада приветствовать вас в нашей студии. Здравствуйте. И первый вопрос. Нацбанк утвердил программу 7,20,25. Каковы основные условия у нее? Спасибо. Действительно, постановлением правления Национального банка данная программа была утверждена 31 мая за номером 107. Действительно, как вы сказали, три условия у этой программы. Это 7% годовых, первоначальный взнос 20% и срок до 25 лет. Первые два условия, они остаются неизменны. То есть обязательно 7% годовых, обязательно первоначальный взнос только 20%, но срок кредита может варьироваться. 25 лет – это максимальный срок. То есть заемщик может взять на 7 лет, на 10 лет, на 5 лет этот кредит, либо погасить его досрочно без комиссии, без штрафа. То есть это очень удобно, учитывая, что чем на больший срок ты берешь кредит, тем больше выходит переплата. В этом гибкость программы. Где можно подробнее ознакомиться с условиями данной программы? Значит, с условиями данной программы можно ознакомиться на сайте Национального банка www.nationalbank.kz. Там есть специальная вкладка «Защита прав потребителей финансовых услуг» и значок 7,20,25. А также можно ознакомиться на сайте специально созданной для этого организации ипотечной, АО «Ипотечная организация Баспана». Значит, можно зайти на этот сайт www.baspana72025.kz. Вот вы говорите об организации Баспана. Какие функции как оператора? Значит, это была создана специальная организация Национальным банком для того, чтобы быть оператором этой программы. То есть Баспана выкупает кредиты у банка второго уровня, выпускает облигации, размещает на фондовом рынке. То есть это не государственное финансирование, то есть это идет как механизм такой бессрочный. Поэтому программа бессрочная, бессрока. Пока на нее запланировано до 1 триллиона тенге, это до 2022 года. И первоначально где-то планируется 100 миллиардов тенге. Суммы, конечно, вы озвучиваете сейчас огромные. Ну это в центральных прессе были эти суммы. Сразу интересно, на какой срок действия данной программы? Данная программа бессрочная. То есть пока будет спрос и предложение, банки будут выдавать кредиты под 7%. Баспана будет выкупать и выпускать облигации, размещать на фондовом рынке. А сейчас я предлагаю нашим телезрителям посмотреть короткий видеоролик с презентацией данной программы. Программа 7-20-25. Новые возможности приобретения жилья. Общий объем ипотечных займов 1 триллион тенге. Конечная ставка для заемщиков 7% годовых. Первоначальный взнос 20% от стоимости приобретаемого жилья. Максимальный срок кредита 25 лет. Участвовать в программе может гражданин Республики Казахстан, имеющий официальный доход от трудовой или предпринимательской деятельности, не имеющий жилья в собственности и непогашенной задолженности по ипотечным жилищным займам. Требования к приобретаемому жилью. Первичное жилье, введенное в эксплуатацию. Максимальная стоимость жилья 25 миллионов тенге в городах Астана, Алматы, Актау и Атырау. 15 миллионов тенге в остальных регионах. Сумма займа и размеры ежемесячных платежей. Для городов Астана, Алматы, Актау и Атырау максимальная стоимость жилья 25 миллионов тенге. Как можно получить ипотечный жилищный заем? Клиент находит жилье и обращается в банк. Банк проверяет заемщика и одобряет выдачу займа. Клиент заключает договор купли-продажи и вносит первоначальный взнос застройщику. Банк выдает заем и перечисляет его застройщику. Клиент заселяется в новое жилье. Субтитры создавал DimaTorzok В какой валюте предлагаются кредиты по программе 7-20-25? По данной программе только в тенге будут выдаваться кредиты. Какие комиссии взимаются банками? Кроме 7% годовых никаких комиссий банки не должны взимать. За обслуживание кредита не должны взимать. Страхование недвижимости, страхование жизни заемщика необходимо по данной программе? Это мы еще и не уточняли. Программа еще, конечно, будет дорабатываться. Вы сейчас назвали банки. Мы сейчас говорили о комиссиях. Какие банки выступают партнерами данной программы? Какие к ним требования? Значит, партнерами данной программы подписано уже соглашение с такими банками, как Центр Кредит, АДФ Банк, Народный Банк, Цесно Банк, Жилстрой Сбербанк, Евразийский Банк, Форте и АО Сбербанк. Еще на стадии подписания вот эти банки. В нашем регионе уже на этой неделе будет выдан первый кредит банкам Центр Кредит. Для получения, об этом случае мы еще к нему вернемся, для получения займов, куда должен обратиться потенциальный заемщик? Вот вы сейчас назвали банки в какой-то из них? Да, но заемщик сначала должен найти квартиру с жилье, которое действительно соответствует требованиям этой программы, то есть оно должно быть обязательно первичным от застройщика. Какие документы необходимы для участия в программе? Большой перечень документов требуется? Самые главные документы – это подтверждение дохода. Справка подтверждений с места работы, подтверждение дохода. И также иные документы банки будут устанавливать. Это можно обратиться в банки-партнеры данной программы и у них уточнить. Вот вы сейчас сказали о справке, о подтверждении дохода. Сразу напрашивается вопрос, есть ли какие-то требования, есть ли какой-то пороговый уровень. Граждане с каким уровнем дохода могут претендовать на участие в этой программе? Да, действительно, здесь эта программа не еждивенческая. Она должна, все люди должны понимать, что она долгосрочная. И на долгосрочной основе они должны погашать данные кредиты. Поэтому банк, он принимает на себя риски, и он должен действительно увидеть доход. Если доход заемщику не хватает до размера ежемесячного платежа, то он может привлечь созаемщика. Созаемщиком могут быть родственники, супруг, супруга, близкие родственники. С доходом, допустим, в среднем 60 тысяч тенге. Человек может претендовать на получение квартиры по программе 7-20-25? Ну, знаете, здесь вот как банк рассчитывает. Вот, например, он же отнимает прожиточный минимум. То есть у нас сейчас прожиточный минимум 26 468 тенге. То есть он от этой суммы отнимет прожиточный минимум. А еще отнимет, например, супругу супруга на двух взрослых людей. И по 50% на каждого ребенка, если, например, еще два ребенка, количество членов семьи, то 60 он должен будет привлечь созаемщика. Может, у жены быть 60 тысяч тенге зарплата, и она привлекает своего мужа, у которого там 150 тысяч. Ну, то есть здесь банк уже рассчитывает нагрузку, коэффициент долговой нагрузки. Он должен рассчитать банк. Потому что он же, если у него маленький доход, если ему нужно содержать семью, чем он будет погашать? Какие еще требования к заемщику? К заемщику требования тоже банки сами устанавливают. Ну, к заемщику требования... То есть начнем с требования к заемщику. Да, да. К заемщику требования, чтобы у него не было жилья в собственности. Если у мужа и жены есть в собственности жилье, если они владеют совместно, то тогда они не могут претендовать по учению займа по этой программе. Если супруги поженились, когда у кого-то из них была квартира, то есть это раздельная собственность, тогда, например, у супруги была квартира, а у супруга может участвовать в этой программе. Но со-заемщиком, в качестве со-заемщика, свою супругу, он может применить? Может. Не обязательно, чтобы у нее не было жилья на праве собственности. У нее может быть жилье на праве собственности. Хорошо, понятно. Вопрос. Если у гражданина нет никаких официальных документов, доходов, то есть нигде он не работает, может ли он получить займ по этой программе? Нет, не может получить займ. У него обязательно должен быть доход. Если доход неофициальный? Неофициальный, но он индивидуальный предприниматель, если, то он может же декларацию также свою в качестве, вместо справки о доходах, он же может декларацию предъявить. Размеры и регулярность пенсионных отчислений, подоходного налога учитываются при этом? Нет, банк же, вот я уже объясняла, что они коэффициент долговой нагрузки из прожиточного минимума, то есть это уже как бы исходит. Я имею в виду это к вопросу о доходах. Если у человека нет официального дохода, то, соответственно, у него нет ни пенсионных отчислений, то есть просматривается все эти позиции, да? Могу всем желающим рассчитать доход свой и ежемесячный платеж. Я могу подсказать, что вот на сайте Национального банка во вкладке «Защита прав потребителей финансовых услуг» есть калькуляторы. И там есть калькулятор, он называется «Расчет графика ежемесячных платежей». То есть там все легко, например, человек забивает туда сумму займа. Например, вот я специально зашла и перед сегодняшней программой рассчитала немного, сколько может взять человек, например, исходя из квадратуры квартиры 38 квадратных метров, умножить на 180 тысяч тенге за квадратный метр. Это получается, что квартира будет стоить однокомнатная 6 миллионов 840. Квартира на первичном рынке? На первичном рынке. То есть это данные мы обзванивали застройщиков и спрашивали, какая квадратура у однокомнатной и сколько стоит квадратный метр. Итак, однокомнатная квартира 38 квадратных метров, 180 стоит за один квадратный метр. И я рассчитала, что эта квартира будет стоить 6 миллионов 840. Но здесь заемщик физическое лицо, который хочет претендовать по этой программе, получить кредит, он должен нанести первоначальный взнос. От 6 миллионов 840, это первоначальный взнос, это будет 1 миллион 368. Это сумма первоначального взноса? Да, это он должен будет сам внести. То есть банк ему дает, не ему, а вот перечисляет застройщику за эту квартиру, 5 миллионов 472. 5 миллионов 472. 2 тысячи, да. Давайте будем округлять, да? 5,5 миллионов. 5,5 миллионов. Он получает в банке. Да, он получает в банке. Он должен будет погасить его как основной долг. И значит на этом калькуляторе я забила 5 миллионов 472 тысячи. И сколько месяцев? Ну то есть сколько лет, если 25 лет, это 300 месяцев. И у меня ежемесячный платеж получился 28 тысяч тенге. 28 тысяч тенге в месяц. Сумма переплаты известна в этом случае? Сумма переплаты большая на 25 лет. Это 112%. Но, как вы говорили в начале, заемщик может уменьшиться. Да, уменьшиться. Последняя позиция в программе 7-20-25 может идти. Может меняться. Можно брать кредит на меньше, чем 25 лет. Эта программа рассчитана как бы социальная инициатива такая, если у заемщиков совсем небольшая зарплата. То есть он может получить под эту зарплату, да, он может 28 тысяч тенге погашать ее 25 лет. Ну если у него совсем небольшая зарплата. Но если у него зарплата позволяет, почему бы ему не взять, например, на 7 лет данный заем, получить однокомнатную квартиру, купить и за 7 лет ее погасить. Ну, конечно, он будет там уже погашать где-то около 60. То есть я 84 месяца занесла в этот калькулятор и мне посчитала, где-то он должен будет погашать по 60 тысяч тенге. И тогда там небольшая предоплата, переплата получается совсем, ну, не такая высокая. А если на 25 лет, то это 112%. Давайте теперь резюмируем для наших телезрителей. Итак, уважаемые телезрители, однокомнатная в квартирах, как шитау, на первичном рынке. Первоначальный взнос для нее может составлять в среднем 1 миллион 300 тысяч. Ну, я округлила, да? 5,5 миллионов тенге составляет сумма заема. И если вы берете кредит сроком на 25 лет, ежемесячный платеж составит 28 тысяч тенге. В среднем, чтобы вы имели представление о том, как это все будет выглядеть при этом. Срок кредита может быть уменьшен и, соответственно, ежемесячный взнос будет немного больше. Ну, или не немного больше, да? Так, следующий вопрос. Будет ли препятствие... Нет, я, извините, конечно, но это для 5 миллионов 28 тысяч. А я же 5 миллионов 472, у меня получилось по 38 тысяч. По 38 тысяч, хорошо. Ну, в среднем, как бы, общее представление у наших телезрителей имеется. Уважаемые телезрители, предлагаю вам звонить по номеру 25 25 05 и задавать свои вопросы. Будет ли препятствием в получении займа наличие других непогашенных кредитов для заемщика? Да, есть условия, что у заемщика не должно быть ипотечных займов. Потребительские кредиты могут быть? Потребительские могут быть, да. Ну, конечно, сейчас население сильно закредитовано. Это тоже будет банк учитывать при выдаче кредита. Он будет учитывать ежемесячный платеж по потребительскому кредиту. И обязательно, конечно, чтобы у него кредитная история была чистая. Ну, там допускается у банков до 50 дней просрочки. У некоторых допускается, да. Это требование о неимении кредит, неналичии кредита ипотечного распространяется на со-заемщика? Нет, на со-заемщика не распространяется. Только на заемщика. Только сам непосредственно на заемщик, хорошо. Будет ли препятствием в получении, так, есть ли в рамках программы ограничения по предельному возрасту? Нет, ограничений нет по данной программе. Если, например, человеку 50 лет, и он до пенсии может погасить этот заем, то есть у него доход позволяет, то ограничений нет. То есть рассчитывается на оставшийся срок. На оставшийся срок, да. Если, допустим, 7 лет осталось до пенсии, то на 7 лет он берет кризис. Да, если он сможет, если у него высокий доход, если он сможет за 7 лет погасить, то ему гарантированно. Могут ли участвовать в программе государственные служащие, военнослужащие, инвалиды, многодетные семьи? Есть ли какие-то льготные позиции для данных категорий? Нет, никаких льготных позиций нет. Для всех эта программа единая. То есть льгот никаких нет. Главное доход, самое главное в этой программе, имейте доход стабильный. В течение какого периода заемщик не должен иметь в своей собственности жилье? Учитывается срок давности? Нет, срок давности не учитывается. И заемщикам не надо путать с другими программами, где вот в программах было 5 лет отчуждения, здесь такого нет. То есть он сегодня может продать квартиру, завтра у него нет уже квартиры на праве собственности, и он может пойти и взять кредит. Можно ли получить заем, если имеется жилье в общей долевой собственности? Ну вот я уже говорила, да, если у супругов раздельное, то есть до брака приобретенное, если совместное, то нельзя. Можно ли получить заем, если уже заключил договор аренды жилья с правом выкупа? Нет, то есть у человека уже есть жилье, поэтому он не может получить. Гульнара Марленовна, у нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем. Алло. Алло. Да-да-да, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вот скоро на пенсию, я скакчитала. Я скакчитала. Да-да-да, мы вас слышим. В эту программу я войду или нет? Вы... Сколько у вас времени осталось до пенсии? Я в эту программу войду или нет? Сколько времени осталось до пенсии? Лет. Скажите, пожалуйста, сколько лет вам осталось до пенсионного возраста? Три месяца осталось. Три месяца. Нет, конечно, три месяца банк уже не выдаст, потому что он... Просто человек не сможет даже вот пять миллионов погасить за три месяца. Поэтому могут дети участвовать. Да. В программе 7-20-25 могут участвовать ваши дети. Можно... Как рассчитывается первоначальный взнос? Объясните, пожалуйста, вот этот механизм. Ну, первоначальный взнос, это вот 20% от суммы квартиры. Должен внести... Вот как в ролике было же, должен внести застройщику. Первоначальный взнос, он неизменный остается. То есть 20%. У нас есть снова телефонный звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем. Даня, слушай. Здравствуйте. Алло. Алло, мы вас слушаем. Здравствуйте. Я бы хотела уточнить по поводу квартир, которые будут приобретаться. Что конкретно вы хотели бы? Квартир, которые будут приобретаться. Вот говорят, что квартиры должны первичного рынка. А в каком плане первичного рынка? Они черновые отделки будут или нет? И на них уже потом будет требоваться ремонт или не нужный ремонт? Потому что я как узнавала, что сумма займа будет только равняться стоимости квартиры. И, допустим, сверху немного нельзя взять, чтобы приобрести, ну, чтобы сделать ремонт. Нет. И как вот такие квартиры искать? Их по организациям надо искать? Раз это не вторичный рынок, то они, наверное, в агентстве недвижимости, они не выставляются данные квартиры. Спасибо за вопрос. Очень хороший вопрос. Какие требования, действительно, к жилью первичному? Значит, действительно, первичное жилье должен сам заемщик найти. Нету таких списков по городу Кахштау, по области, по региону и в целом по республике. Но сейчас мы как бы для анализа, инициативная рабочая группа, значит, мы мониторим эту ситуацию и обзваниваем просто как физические лица застройщиков. Но мы еще обратились за помощью в местные исполнительные органы, чтобы нам управление строительства, отдел ЖКХ, если есть такие данные, то представим. Но пока вот мы только обследуем рынок сами. Мы уже обзванивали застройщиков, то есть они его сдают. В юбилейном 60-ти квартирный дом есть. Действительно, там черновая отделка. Сверху на ремонт не дается. Это только дается на приобретение жилья. Здесь на ремонт по этой программе не выдаются кредиты. Это на ремонт выдаются кредиты в жилстрой Сбербанке. И застройщик действительно нужно покупать только у застройщика. Например, такой пример. Если застройщик продал физическому лицу квартиру, и это физическое лицо уже другому покупателю хочет продать по этой программе, то заемщик не получит на это. Оно уже не считается первичным. То есть оно уже продано другому физическому лицу. И поэтому приобретать квартиры по данной программе можно только у застройщиков. Это нужно самостоятельно искать. Мы продолжим разговор, который касается первоначального взноса. Вопрос от телезрителя. Можно ли вместо первоначального взноса предоставить в залог другое жилье? Нет. Первоначальный взнос должен быть внесен только денежным средством. Тогда другой вопрос. Возможно ли использование для оплаты первоначального взноса пенсионных накоплений или накоплений в жилстрой Сбербанке? Я вас немного перебью. У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Алло. Я хотела задать вопрос. Вот живем в общежитии малосемейном. Малосемейное общежитие. Да, да, да. Продолжайте. Мы хотели продать эти комнаты и купить жилье новое. Можем или нет? Семья живет в малосемейном общежитии. Я услышала, да. Конечно, если физические лица данные продадут квартиру, ой, в общежитии свое, то есть у них будет уже денежные средства на первоначальный взнос. И они могут участвовать в данной программе. Здесь нужно обратиться в банк, действительно, если у них есть доход. Вопрос. Можно ли внести первоначальный взнос больше, чем 20%? Нет, нельзя. Только два условия это фиксированы. 7% годовых и 20% первоначальный взнос. Можно ли получить заем для приобретения жилья за рубежом? Нет, только на территории Республики Казахстан. Сможет ли гражданин, имеющий прописку в одном городе, приобретать жилье в другом городе? Допустим, живя в Кокшетау, приобрести жилье в Астане, допустим? Да, сейчас действительно это возможно. То есть он должен обратиться не в астанинские филиалы банков, а в нашем регионе, в нашем городе обратиться в банк и приобрести жилье в Астане. Хорошо, у нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем. Алло. Ага, алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела бы вопрос задать. Вот недавно, ну мои родственники ходили в какой-то банк, я не помню точно, но они хотели узнать вот этот 7-20-25, им по 30 лет, они хотели вот конкретно узнать. Ну вот в банках сказали, что вот эта программа еще не работает. Вообще сказали, не работает. А вот мы по телевизору передачи слышим, уже 6 или 7 человек говорят, одобрили, да? Может это в Алмате, в Астане где-то, а почему у нас, читаю, его нету? Это первый вопрос, когда уже конкретно заработать, хотят молодые купить квартиру. Потом второй вопрос я хотела узнать, не могли бы вы сказать, например, примерно сумму, вот у нас в Кочетаве, например, однокомнатная, сколько будет стоить, хотя примерно и сколько квадратов, и двухкомнатный, и какой предел для нашего Кочетава вот. Спасибо за ваши вопросы. Время эфира до конца осталось, две минуты. Действительно, сейчас только пока банк-центр кредит работает, остальные банки, они, значит, ждут, пока им автоматизируют под эту программу, то есть системы. Вы можете обратиться в банк-центр кредит. И действительно, давайте я вам сейчас озвучу быстро. 38 квадратов, если по 108 тысяч за квадратный метр, это 6 миллионов 840. Первоначальный взнос должен быть миллион 368, и платеж ежемесячный где-то 38 тысяч тенге. И двухкомнатная, я могу вам сказать тоже, значит, двухкомнатная стоит 65 квадратных метров, умножить, если на 170, это будет 11 миллионов тенге, минус первоначальный взнос. То есть в банке вы можете получить 8 миллионов 840. И если вы возьмете на 25 лет эти 8 миллионов, то вы будете погашать ежемесячный платеж, будет 62 тысячи тенге. Хорошо. Могут ли жители сел участвовать в данной программе? Могут, да. Если у них есть доход, то они могут. Гульнар Марленовна, к сожалению, время нашего эфира подошло к концу, но у меня есть идея провести эфир на эту тему в самое ближайшее время. Вы согласны прийти к нам еще раз? Да, да. Потому что я вижу, что вопросов у телезрителей осталось много, много их осталось и у меня. Спасибо, что пришли и отвечали на наши вопросы. Программа 7.20.25 – несомненно лучший ипотечный продукт на сегодня в Казахстане. На кредитование по ней ожидается гигантский спрос. Уважаемые телезрители, на этом мы завершаем нашу беседу. Я напоминаю, что в течение этих 30 минут на наши вопросы отвечала заместитель директора Акмольского филиала Национального банка Казахстана Гульнара Омарова. Всего доброго и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин